Всем привет, меня зовут Фомин Алексей, и у нас сегодня в гостях Иван. Вы знаете, мы сейчас будем проводить постоянные встречи для наших партнеров Infinii по использованию программы Infinii, для того, чтобы вы могли приблизиться и начать зарабатывать деньги на этой торговой площадке с этой системой. Также мы будем вас просвещать и помогать вам, как мы строим бизнес, именно сетевую составляющую этого бизнеса, чтобы вы могли зарабатывать совершенно ломовые деньги. Значит, какая у нас сегодня будет программа? Сейчас мы немножко хотим вам рассказать вообще о тенденциях электронной коммерции, которые сейчас происходят на планете, почему это круто, насколько это популярно и насколько круто то, куда вы попали. То есть в целом, можно так сказать, раскроем вам глаза вообще. И я надеюсь, что ваша симпатия к этому бизнесу и ориентация в том, чтобы на самом деле 100% всего внимания тратить именно на этот бизнес было здесь. И потом мы вам расскажем реальные примеры, как загружать товары на Amazon и eBay, какие там кое-какие моменты существуют, расскажем про особенности бизнеса. И в конце мы вам расскажем про кое-какие советы по построению сетевого бизнеса, как организовать скайп-контакты и как вести статистику. То есть примерно мы постараемся уложиться в один час времени. Приятного вам просмотра, мы надеемся, что это продвинет вас очень сильно глубоко вперед в этом процессе. Я передаю микрофон Ивану, он готов совершенно ошеломляющий для вас слайд, и сейчас он будет вам это рассказывать. Так, всем привет. И я тогда сразу начну с показа экрана. Для того, чтобы... Ты скажешь, Алексей, если все видно. Да, все видно, все прекрасно видно. Ну, соответственно, это вот некая небольшая статистика вообще про интернет-коммерцию и вообще про сам рынок. Посмотреть это как раз для того, чтобы понять, насколько этот рынок очень большой и какие колоссальные у нас возможности, используя, допустим, данные инструменты для того, чтобы учиться торговать как на Амазоне, так и на других площадках. и брать от нас свое вооружение, потому что имеют за этим будущее. То есть людей на сегодняшний день большое количество, допустим, разных предметов, аксессуаров, которые окружают нас каждый день, практически, ну, дает такую возможность не ходить по магазинам, а это все дело, как говорится, делать из дома, и этот процесс намного в 21 веке более упрощен. Здесь у меня вот слайд, который наглядно показывает, это Amazon продажи, именно чистый товарооборот именно компании Amazon, который был спланирован еще с 2007 по 2018 год. И здесь показывается вот этот график, что объем роста чистого товарооборота компании каждый год прирастает где-то в среднем 30% ежегодно. То есть если в 2007-м был товарооборот всего лишь на 15 миллиардов долларов числа дохода, то чтобы понять, с чего вот эти 15 миллиардов долларов компания заработала. То есть когда мы осуществляем продажи на любой единице товара, у нас получается сумма товара стоит, легче показать на каком-то примере, чтобы было понятно. Сейчас я быстро перейду к любому товару. Мы откроем любой товар, и вот за каждую единицу, вот она, которая выставлена, стоит 29 долларов. Компания, которой человек-продавец выставил данный продукт на Amazon, компания берет 15% с этой продажи. То есть здесь продавцом сразу учитывается его закупочная цена, допустим, упаковка, допустим, у производителя он ее купил. Вот мы можем наглядно сразу посмотреть, есть подобный пример. Он продает в среднем там где-то, допустим, от 5 до 20 долларов, но все зависит от количества партии. Чем выше партия, чем меньше цена. То есть средняя 5 долларов. Момент, я сейчас твой экран не вижу, ты показываешь какой-то другой слайд, я вижу сейчас презентационный слайд. Ага, секунду. Тогда... Так, секунду. Нажми. Так. Сейчас я вижу тебя, и... Ага. Там я понял, что ты начал пример показывать, поэтому... Так, наверное, полный экран лучше поставить. Да, там... Сейчас видно, да? Да, сейчас я себя, да, вот сейчас я вижу, сейчас я все замечательно вижу, да. Ага. То есть вот, допустим, вот этот товар, который выставлен на Амазоне, он имеет всю цепочку от начала его производства до конечного потребителя. То есть если здесь у нас товар стоит 29,99, то его себестоимость в Китае она стоит где-то в среднем 5 долларов. И, конечно, все зависит от количества, которое мы будем приобретать. Чем больше единиц мы купим, тем может быть цена ниже. И, допустим, сюда еще идет какая-то иная сумма, которая стоит себестоимость доставки. Если здесь 5 долларов, то накручиваем еще, может, 1-2 доллара для доставки за единицу. То есть это будет в итоге 7 долларов. 7 долларов стоит на Алибабе. Если смотреть на Амазоне, 29, то отсюда уже начинается весь расчет дополнительных затрат, которые, допустим, человек, во-первых, должен заработать, ну и, конечно, выставлять товар через Амазон. Платим 20% именно за реализацию данного товара. И так это применяется абсолютно всем товарам для того, чтобы понимать, как все это работает во всей цепочке. И по простому примеру, для того, чтобы понять, как это все формируется, допустим, возьмем данную единицу, мы здесь напишем вот эту сумму, 29 долларов 99 центов. То есть она на Амазоне продается. Ну, доставку мы здесь напишем 0, чтобы логически был понятен. То в конечной сумме, когда вот человек продает, то где-то около чистых, может у него выйти около 17 долларов. То вот здесь как раз сумма продажи высчитывается вот эти 15%, и в итоге с 20 до 29 99 высчитывается дополнительно вот эти 15%. И общий чистый доход, допустим, данного клиента составляет 17 долларов. Отсюда можно вычитывать, допустим, тоже 7 долларов. Но это сейчас такой простой вариант, чтобы понимать, 7 долларов именно закупка и доставка, коробка, все эти дела, таможенные, все документы и так далее. Вот с этой единицы, грубо говоря, человек зарабатывает 10 долларов. Амазон тоже берет из этой суммы в среднем 15%. Просто можно посчитать, это отдельно посчитать. 29 99, с них 20% берут, и вот это чистый доход именно Амазона. Получается, вот на этом графике вот эти 15% и составляет их доход именно на продажах. Здесь не учитывается доход, допустим, продавцов, которые, допустим, купили за 7, дают за 29. Учитывается, тут учитывается именно чистый доход компании Амазон. Каждым годом учится на 30% по шкале вот этого графика, который мы видим. Если на 2007 год был 15 миллиардов, то на 2008 – 19, 2009 – 25, 2010 – 34, 2011 – 48 миллиардов, 2012 – 61 миллиард, 2013 – было 74 миллиарда, вот в прошлом году это было 90 миллиардов, в этом году уже, говорят, рекорды побиты, то говорят, что больше даже 105 миллиардов долларов, именно вот этих 15% от продажи, которые они берут. мы не считаем общий объем торговли, потому что объем торговли еще выше, чем на порядок эти цифры. То есть, насколько сам бизнес прибыль сам по себе, именно как для компании Амазон. То есть, мы здесь не берем во внимание как продавца, потому что здесь маржа может быть намного выше. Мы запланированы на 2016, 2017, 2018 год, вот тоже самое 30% роста, то это на 2016 год где-то 120 миллиардов, а на 2017 год это 136 миллиардов. Ну и 2018 бьют рекорды 158 миллиардов, но говорят, что может быть даже намного больше, и, в принципе, говорят, где-то к 22, 23 году, общая сумма товара оборота чисто именно компании Амазон может составить около 400 миллиардов. Если посмотреть на рынке, то компания Амазон находится на втором месте после Apple, конечно, среди именно западных компаний, потому что именно компания Alibaba вообще стоит на первом месте только из-за того, что азиатский рынок он намного больше, чем западный, потому что в самом Китае 1 миллиард 200 миллионов, если взять все остальные азиатские рынки, Китай поставляет товары в разные страны, то там товар оборот в 100 раз выше, чем у Амазона. Он нас больше интересует именно Амазон площадку и западные площадки, потому что здесь более процесс автоматизированный и более продвинутый вариант, сколько это все сделано практически на автомате, а в Китае, как говорится, это еще только налаживается как внутри страны, так и экспансии, которые постепенно переходят на внешний рынок. Но это уже будем говорить на будущем и рассматривать тоже как возможность. Но вот именно по Амазону мы видим такой пример, даже обогнал два года назад Google Shopping, обогнал тоже такого гиганта, как eBay и ряд таких подобных платформ, которые есть на рынке. Ну и вот здесь реальный чистый доход от продажи Амазона 2004 года по 2014 год именно в миллиардах долларов США. То есть точные именно цифры, которые именно Амазон заработал за каждый год. То есть вот этот график показывает наглядно за 2014 88 миллиардов 99 миллионов долларов. То есть цифры просто колоссальные. Это сопоставимо с некоторыми странами бюджеты стран. Цифры очень внушители. А вот следующий слайд интернет, то есть Амазон интернет продажи о перспективе, который слайд был именно в 2013 году. Это уже два года этому слайду. Здесь, конечно, сейчас цифра совсем другая. Общий объем торгов, торговли вообще в мире, не считая интернета, составлял 3 триллиона 75 миллиардов долларов. То есть на сегодняшний день этот рынок составляет около 11 триллионов. То есть рынок увеличился в три раза. И также соотношение процентов чуть-чуть увеличилось в сторону интернета. Говорят, около 10 процентов сейчас интернета объем продаж берет на себя. Из них, конечно, гигант Амазон. Это берется именно западный рынок. Амазон запланирован где-то на 2014-15, что он дойдет в общем объеме 105 миллиардов, то, что подтверждается сегодня. А все остальные рынки, там входят eBay, Walmart, Overstool, Target, Wi-Fi, ряд таких подобных компаний, ритейлов, которые уже имеют очень львиную долю, составляют где-то около 147 именно миллиардов долларов чистого дохода от продаж. То есть этот процент где-то в среднем около 10% от всего этого общего пирога. То есть мы видим, что именно люди, то, что покупают как на земле, так в интернете, сумма очень большая. То вот здесь как раз и наши возможности взять, научиться использовать инструменты для того, чтобы с этого кусочка, из этого пирога заработать себе, для своих близких, родных и быть независимым. То есть это, как сказать, новая профессия 21 века, потому что чем дальше мы идем, тем больше все это в интернет переходит и жизнь людей намного проще становится в плане доступа к ресурсам, доступа к возможностям, которые нас каждый день окружают. Ну а дальше мы можем посмотреть слайд, который тоже был 2014 запланирован на 15-й, то есть приблизительно именно общий объем чистых доходов составляет сумма 1 триллион и я не знаю, как тут правильно сказать, 1 триллион и дальше как идет, 200 миллиардов что ли долларов в год товарооборота чистого именно по разным странам, то есть именно только через интернет. И самый большой рынок конечно бьет рекорды Соединенные Штаты тут составляет почти что 419 миллиардов, то есть это включает себя как и интернет-продажи вот всех ритейлов, которые есть, зон Walmart и ряд других таких площадок. Второй рынок конечно это азиатский, это Китай и ряд других стран, здесь составляет почти что 388 миллиардов. Центральная Европа, то есть это Россия и страны СНГ и ряд других стран приближенных, то здесь где-то товарооборот около 48 миллиардов долларов. Европа нам можно сказать на третьем месте, то здесь получается где-то около 300 миллиардов долларов именно интернет-продажи. И конечно африканский континент и Латинская Америка они самые меньшие, то есть они также идут на подъеме, то есть здесь прирост показывает в каждых странах какой процент прироста идет с года в год, то есть в Америке 72% практически, в Европе тоже где-то около 72%, в Центральной Европе 40%, и Азия 44%, но все остальные где-то около 30% до 40% регион разных в мире, которые используют именно интернет-торговлю. Ну а дальше мы можем посмотреть тоже один из графиков, который показывает, как американцы используют свои смартфоны, делая покупки на праздники, то есть насколько часто это делается именно в такие предпраздничные или именно прямо на праздники, какие платформы используются и в каком соотношении. То есть они играют очень много, 60% именно через GetStory Location, отряд товаров и услуг, именно как раз тоже 78% составляет через мобильные устройства. Также используют такие площадки, как сравнение цен, около составляет 55%, тоже используют через именно смартфоны и другие такие возможные инструменты. Ну и, конечно, есть ряд других дополнительных функций, которые используют в праздничные дни и какой процент в общем объеме покупок, также анализы рынка, через купоны, через всякие чек-продукты и так далее. То есть это все осуществляется именно через мобильные устройства в праздничные дни. Тут написано, что базисная сумма где-то около 3000 долларов одного покупателя, то есть это Соединенных Штатов, и который используется на смартфоне в праздничные дни, то есть могут тратить до 3000 долларов, используя именно мобильные устройства, покупая через интернет праздники. Здесь вот есть другой график, демограмма показывает розничные расходы электронной коммерции в день благодарения, черная пятница и кибер понедельник. То есть вот Алексей он больше знает о этих днях и показывает по графику 2008, 10, 12, 14 года, что на одного душа населения сумма с каждого года растет по затратам, то есть по покупке товара, тоже используя мобильные устройства. допустим в 2008 году тратилось где-то около 1 тысячи долларов, то где-то с 10 по 12 тратилось полторы тысячи долларов, а уже в 2014 тратится на одного человека около 2 тысячи долларов на приобретение товара вот именно через мобильные устройства. И мы можем... Ваня, извини, я не хотел тут вот, ты там говорил по поводу на предыдущем слайде, по поводу того, что люди делают покупки в интернете, там 5 копеек хотел ставить, вот у меня на айфоне есть приложение Amazon Seller, то есть, например, есть функция, что вы можете прямо, вы идете в магазин, нажали кнопку сканер, вы можете прям поднести к бар-коду, айфон быстро считывает и показывает, какая цена, например, в интернет-магазине на Амазоне. То есть, если цена, допустим, на Амазоне дешевле, то вам нет смысла прямо это покупать в магазине, вы можете заказать прямо через сайт и все будет автоматизировано. Вот на этом слайде 27% всех покупок уже люди, которые покупают товары через Амазон и через сайты, пользуются такими предложениями, это очень удобная штука. Но это просто я хотел вам сказать, что мы всем этим тоже будем пользоваться с вами, ребят, это все у вас будет, вы закачиваете все это приложение, мы сейчас все к этому подойдем. Вань, продолжай, пожалуйста, я просто хотел, думал, ты был интересный. Да, это хорош как раз замечание, которое ты дал, скажем так, понимание того, как это люди используют, сканируют товары или используя ряд других таких подобных инструментов именно через мобильное устройство и, допустим, ориентируясь на рынке, как вообще и что есть на сегодняшний день для, допустим, покупки той или иной единицы, то есть это очень удобно и очень, скажем так, полезно. Здесь вот диамаграмма показывает нам вот как раз про киберпонедельник, то есть это объем продаж, которые вот выросли буквально с 2005 года практически по 2013 год, ну, практически в три раза с лишним. вот насколько большой объем именно покупки через такие устройства, как планшет или мобильное устройство и эта сумма, как говорится, из каждого года она растет. Дальше вот как раз один из слайдов показывает, как много осуществляется покупок онлайн во всем мире и, соответственно, это был ожидаемый прогноз на 2015 год, соответственно, Соединенные Штаты здесь лидируют и показывают, допустим, на душу населения сколько тратится на одного человека вот именно как раз осуществляя данные покупки. На втором месте сидит Англия, потом Шведы, Франция, Германия, Япония, Испания, Китай, Россия и Бразилия. То есть вот мы видим потребительскую корзину в тех или иных странах и приблизительно как вот приблизительно ориентированы эти продажи, которые вот практически произошли уже в этом году. Наверное, статистику можно будет посмотреть уже в следующем году как уже некий конечный результат прошедшего года. Следующий слайд, как раз это демограмма показывает прогноз роста продаж, которые были именно с 2014 на 2015 год. здесь вот самый большой прирост это был в Китае, потому что понятно Китайская республика тоже сосредоточена на расширении своего рынка, потому что рынок очень огромен, это больше миллиарда 200 миллионов и дальше идет на втором месте Индия, Бразилия, Россия на четвертом месте, то есть прирост идет очень колоссальный. Канада, Англия, Соединенные Штаты, Северная Корея, Япония и Австралия. То есть это прирост продаж именно в большом отрезе за всего лишь объем выращивается очень большими темпами. Но люди начинают привыкать ко всему этому и используют повседневно. Ну и следующий такой график, каких устройствах больше совершается и на каких устройствах больше тратят средства для приобретения через интернет. Как мы видим, у нас тут лидирует Mac, то есть это использование Apple-ской продукции именно через эти устройства осуществляет самые большие закупки и в принципе цена траты самой большой скажем так единицы товара составляет в среднем где-то около 148 долларов. Ну а дальше идет Windows, Linux, Chrome, Android и Windows Phone, то есть это мобильное устройство. И последний слайд под завершение. Этот график показывает процент транзакций электронных коммерций, которые происходят на мобильных устройствах в отдельных странах, то есть это на смартфонах в голубом цвете и на таблетках в черном цвете. В Японии большинство превышает именно смартфонах на таблетке чуть меньше, но рост очень большой 49% прирост это в 2014 году. В Северной Корее тоже очень большой рост 46% в Англии практически больше покупают именно с таблеток 41% в Испании в Испании тоже рост 28%, хотя кризис как бы и дальше идет Соединенные Штаты Германия Франция Россия и Бразилия то есть мы видим в России тоже 20% прирост покупки именно через таблетки но и часть конечно это приобретается через смартфоны вот такой пример именно рынка глобальной коммерции именно который используется при современных устройствах то есть это мобильные телефоны планшеты и ряд других подобных устройств то есть насколько рынок вот реально когда вот я начал изучать что такое Амазон я сначала не поверил что вот где-то больше 50% торговли именно происходит через эти устройства на этих устройствах еще не так сильно скажем так современно и как как правильно сравнить допустим как компьютер то есть компьютер нам может показать показать более доступно все детали допустим любой единицы любого устройства любого сайта а на смартфонах и на планшетах еще это не так сильно усовершенствован то есть только этот бум и этот рост именно усовершенствован только начинается Ну, из-за того, что люди удобно используют мобильные устройства и осуществляют покупки через Амазон, вот есть вероятность больших продаж как раз именно на Амазоне, вот такой разницы, находя товар, вроде как бы на других площадках он тоже 29 долларов стоит, на Амазоне, вот, допустим, здесь посмотреть, тоже 29 долларов. Но если посмотреть, вот продавцы сколько тут продают, то, соответственно, цена не 29 долларов, это 29 продает Амазон, а вот, допустим, другой продавец, вот таким-то логином, продает его за 21 доллар 99 плюс 10 долларов 49 центов доставка, и дальше идет просто в рост, то есть 36,59, 38,92, 43, 43,99. И вот представьте себе, вот вниз идем уже за 50 долларов, то есть здесь вот сделано специальное, вообще разработан уникальный такой инструмент, он называется Buybox, то есть это покупка через кнопку. Когда человек приходит на мобильном устройстве, он не видит, кто здесь торгует, там, Вася или Петя или там сам Амазон, то все зависит, во-первых, от конкуренции именно каждого продавца, сколько вот у него звезд, сколько у него позитивных отзывов. И при вот этих всяких аналитических моментах Амазон подставляет того или иного продавца, чтобы продавать, то есть у кого больше преимущества, тот и начинает осуществлять продажи чаще. То есть здесь, как говорится, постепенно каждый продавец набивает себе рейтинг и получает больше отзывов, больше 5 звезд и продвигается по этому рынку. Вот казалось бы, ну, сумасшедший бы, наверное, покрутил пальцем у виска и сказал, ну, не может быть, я и раз увидел это за 29 долларов, то я бы никогда не купил. А вот есть люди, которые реально, используя мобильное устройство, покупают вот этот товар за 51 доллар. Лично у меня были вот несколько продаж, но только был в упаковке 3 штуки, в общей сумме там продал за 150 долларов. Вот это именно специально такая обувная, скажем, лестница такая, или как ее правильно назвать, это когда вы входите в дом и вы свою обувь вставляете на подобной такой подножке, обувная подножка, скажем так. Вот. То здесь, как говорится, как мы видим, выбирая этот товар в Китае за 5 долларов, продается в 10 раз дороже, то есть 50 долларов. Это как бы не предел, потому что если возьмем просто вот это название, скопируем, вставим в поиск, для того, чтобы понять, насколько есть подобная конкуренция на рынке, потому что есть немного разницы, надо обращать внимание, как раз, чтобы было идентично, во-первых, как модель, так и размер, и цвет, конечно же, основное является, это его ценовая политика. Как мы видим, вот, допустим, первый нам продукт мы уже смотрели, 29 долларов, под ним есть 15 продавцов, то они продают по разной цене, мы видели там даже 50 долларов и выше. Вот ниже, если мы спускаемся, есть тоже подобные примеры, цена тоже начинается с 29, но здесь даже есть 21 продавец. То есть, если мы здесь зайдем, то здесь цена тоже будет однозначно не 29 долларов только, тут сразу цена классально, как говорится, идет в рост. 36, 38, 45, 47, 48, идет 49, 53, если мы переходим на следующую страницу, то здесь цифра зашкаливает за 60 и больше, то, как мы видим, это не предел, то есть один такой же товар может достигать даже и 100 долларов и выше. Таким примером, оно получается, у нас должно в итоге сложиться мнение, ощущение, как вот на самом деле все это происходит. И подобие вот таких товаров единиц складывается весь рынок, то есть мы можем проанализировать, насколько рынок загружен, допустим, этим продуктом, есть ли возможность конкурировать с ним, есть ли смысл, допустим, продавать тоже подобный продукт. Если мы видим, что продукт очень плохой, то, конечно, мы можем добавляться и продавать тоже, зарабатывать себе, как говорится, на хлеб, на жизнь, без, допустим, кого-либо приглашать сюда или так далее. То есть надо просто разбираться и научиться это, как это делать. Мы можем, допустим, сравнить на примере данного продукта, сколько он продается и в каком объеме. То есть для того, чтобы понять, приблизительно ежемесячный, как раз вот у нас конец месяца, сейчас у нас отобразит, в каком объеме данный товар продается и какое количество было продано за этот месяц. То есть здесь у нас вот показывают, вот фотография, как вы видите, я только навожу мышкой, показывает цена 29,99. Ранг данного продавца, который выставил продукт, 184 место. За этот месяц продано 3385 единиц. То есть на общую сумму 100 тысяч долларов. Ну и, соответственно, здесь говорит, вот сколько позитивных отзывов и, соответственно, его рейтинг 4-5%, то есть это по звездам. Вот, и дальше вот показать чистый доход от данной единицы, 15 долларов. А все остальное вот сумма, вот она сейчас, так, где эта сумма? Вот, Amazon Fee, то есть Amazon вот эти 15% берет себе как сумма от продажи. То есть человек, который выставил за 29,99, получается вот в итоге 14,43 идет Amazon и 15,56 человек. Но здесь оно немножко не точно 100%, потому что правильно рассчитывать это по-другому, то подоплиться, когда пробиваешь, то здесь общая сумма затраты где-то может составить для Амазона именно ихние 15%. Это 30 долларов, и надо отнять вот эти 15%. Здесь многовато почему-то показывать, но не суть. Ну и так мы видим по другим подобным. То есть вот подобная тоже такая, продана на 2638 единиц, то есть 52 тысячи долларов. Следующая тоже единица светлого цвета, она продана тоже на 2800 с лишним единиц, то есть 72 тысячи долларов. Просто вы здесь можете вот количество проданных делить на 30 дней, вы видите, сколько в месяц, сколько в день продается. То есть если 3385 делим на 30 дней, это, грубо говоря, сколько где-то, что мне не соврать, давайте посчитаем. 3385 единиц делим на 30 дней, это у нас получается 112 единиц в день. Представьте себе, стоят 12 единиц, умножая, грубо говоря, даже на вот эти 15 долларов чистые. Это полторы тысячи долларов каждый день чистого дохода. То есть сама цель – научиться анализировать рынок, научиться смотреть, сколько конкурентов у нас есть и сопоставить возможности конкурировать на этом рынке. То есть здесь надо будет больше углубляться дальше, это как раз в анализ по ключевым запросам, потому что это отдельная тема, она очень тоже большая. Сейчас всем, как говорится, в один день все рассказать и показать просто невозможно. То есть возможности здесь просто колоссальны. Надо это все постепенно изучать и начинать вникать в саму суть и возможность. Вот это один из примеров того, что вот найдя свой продукт в будущем, вы сможете его через определенное время именно вывести его в топ, то есть в поиск, когда человек будет вбивать то или иное слово, и у вас будет расти как рейтинг продавца, так же и рейтинг самого данного продукта. И в будущем у вас практически конкурентов не будет. Чем больше вы продаете, чем больше у вас отзыв, чем больше у вас звезд, тем больше у вас продвинете продукт. Это как, допустим, посеять сейчас зерно, которое, допустим, яблок, который вам, в общем, будет приносить яблоки. То есть вот этот бизнес именно является вот таким. Ну, мы, как говорится, можем… Ваня, знаешь, я вот очень тебя, извини, я не перебиваю, добавляю как бы, да? Вот я сейчас тебя ослушал, и мне захотелось показать людям на самом деле наши слайды, такую выжимку, почему на самом деле Infinii, да, и почему нужно работать через Infinii. Я тогда, с вашего позволения, сейчас быстро покажу три слайда компании, да? И ты, кстати, можешь прокомментировать вот эти слайды. То есть смотрите, ребят, мы говорим о том, что одно дело заниматься этим по-деревенски, да, то есть в лоб там, руками там искать товар, там руками размещать, руками смотреть, у кого какие цены там, и есть товар в наличии, нет товара в наличии, а другое дело использовать автоматизированную платформу, которую предоставляет компания Infinii. Я правильно говорю, да, Ваня, то, что мы хотим людям донестили? Да. И вот на самом деле, то есть у нас с вами здесь, мой экран видно, кстати, Вань? Да, 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 видно. То есть на самом деле, ребят, если вы посмотрите на платформе за оплату за 49.95, что вы получаете? Вы получаете от компании автоматизированную систему учета вот этой всей торговли, да? То есть мы говорим, вы получаете обучение, вот у нас слева, да? То, что мы сейчас переведем к 15 января, вы получаете программный продукт, мы сейчас вам в Бэк-офисе покажем, где это все соединено, вы получаете автоматизацию торгов через ГИБ, через Амазон, через Google Shopping Network, так? Вот эти все нюансы Амазона, Google, там, уже начать зарабатывать деньги, то есть даже на платформе в 50 долларов, там реально будет простая ситуация, вы сможете зарабатывать 200, 300, 400, 500, там, 600 долларов в месяц, то есть вы уже будете в плюсе, пока вы будете осваивать вот эти дальнейшие моменты. То есть, что я хотел вам здесь сказать, что это не однодневный бизнес, ребят, это не хайп, это не пирамида, вы реально осваиваете профессию нового тысячелетия, то есть потому что мы вам дали прогноз, что будет происходить в ближайшие годы с Амазон. На пакете за 150 долларов у вас там меньше комиссии за автоматизацию самой компании Infinii, вы получаете больше наворотов, аналитика, у вас есть разные инструменты, как сделать так, чтобы у вас было больше людей, больше покупателей, у вас есть скидочный бонус, то есть там есть система, как вы будете получать комиссию на бонусах и на купонах, это отдельно вы будете все это смотреть. И также здесь специальное обучение, специальный программный продукт. И вот самое интересное, что компания говорит о том, что те люди, кто серьезно, плотно будут заниматься этим бизнесом, вы сможете зарабатывать, вы видите здесь уже серьезный продукт, который стоит 400 долларов в месяц, комиссии очень маленькие, компания взимает, и здесь у вас, видите, на спрингборде 60 продуктов у вас в месяц. И самое интересное, что вот из презентационных слайдов вы видите, что здесь можно зарабатывать в 5 раз больше денег, торгуя через, используя этот инструмент. Что еще хотел бы вам добавить? Что, как бы вам сказать, знаете, возможно, нам немножко с вами придется здесь это все обучаться, смотреть и поднять свою компетентность. Я даже, знаете, в качестве передышки, в качестве передышки, хотел бы вам показать, хотел бы вам показать маленький ролик, чтобы вы пока, знаете, я понимаю, что мой сейчас колпак просто улетает. Я хотел бы вам показать маленький ролик. Мне пришлось практиковаться, практиковаться и практиковаться. Пока однажды Моя мечта не сбылась Конечно, было нелегко Но это того стоило То есть то, о чем мы сегодня говорим вам, друзья наши, да, то есть что мы, у нас в руках огромный бизнес с электронной коммерцией, да, и здесь мы сейчас каждый днем поднимаем свою компетентность с тем, чтобы вы на самом деле смогли зарабатывать, ну, допустим, на стримборде вы сможете зарабатывать, допустим, 200, 300, 400, 500, 600 долларов в месяц Для многих это уже Никогда такого даже не было Знаете, вы заходили в сетевой бизнес, вы покупали участие в сетевом бизнесе вам склад забивали, вам гараж забивали продуктом, который никому не нужен и вы не могли заработать денег даже иногда Здесь, значит, мы еще раз хотим проговорить У вас здесь несколько источников дохода Я сейчас тогда нарисую, потому что люди задают одни и те же вопросы Чтобы было предельно понятно Я сейчас также нарисую вам схему Чтобы вы для себя просто этот момент уловили, ребят То, о чем мы сейчас вам говорим Сейчас я буду показывать также экран, быстро очень Вань, мой кнешню, если мой экран видно? Ага Да, видно Да, то есть люди задают один и тот же вопрос Например, многие люди задают вопрос Ну, как вот мы подключились, да, и что мы тут имеем? То есть ребята, наверное, имеет смысл пересмотреть презентацию Значит, когда вы подключаетесь в Infinii Ребят, вы получаете на самом деле несколько источников дохода То есть первый ваш источник дохода, это, так скажем, начальная стадия Начальная стадия, она называется Springboard То есть это как платформа, как трамплинчик для начинающих Чтобы вы первые бэби-шаги вот эти сделали Маленькие детские садовские шаги в индустрии электронной коммерции То есть вы здесь оплачиваете, например, вот этот пакет 50 долларов Он вам дает 15 продуктов в месяц, вы можете продавать На разные продукты, там разная наценка, там может быть 8 долларов, 60 долларов То есть вы сами из списка товаров выберете продукт За вас компания Infinii, она нашла эти продукты Она проанализировала, что они пользуются спросом Она проанализировала, что люди как сумасшедшие покупают Вы здесь не прогораете, вы покупаете, просто кликаете кнопку, выбираете продукты Компании даете поручения, она за вас их там размещает на Амазоне Продает, вы получаете комиссию Это вот, чтобы вы просто поняли, насколько это классно Второй продукт, который тут есть, компания вам предоставляет Первое, конечно, это информация То есть информация, как реально выйти на большие доходы И тысячи долларов в день, и три тысячи долларов в день Торгуя, например, на сайте Амазон, Эбэй и так далее Google Что здесь есть? Вы получаете видеоролики с инструкциями Как это все делать, как открыть аккаунт, как загрузить то Как сделать это, пятое-десятое Еще раз говорю, что эти материалы Для тех, кто владеет английским языком Вы уже можете сейчас все это смотреть Прикручивать и начинать пользоваться Это уже активно, это уже работает И для русскоязычной команды сейчас мы все это переводим Здесь вам деньги никакие на втором виде источника дохода Никакие деньги загружать не надо Вы просто, грубо говоря, разместили ссылку Люди у вас купили, когда у вас купили товар Вы за него деньги отправили Значит, что здесь есть ко второму Мы ставим жирный плюсик сюда, ко второму К этой информации Здесь есть автоматизация, ребят Автоматизация – это то, за что компания берет маленькую комиссию Это там 2% или 3%, там с половиной Какой пакет вы тут уже берете Вот это автоматизация То есть компания вам дает реальный инструмент Который облегчает вам жизнь Потому что вы можете на Амазоне разместить товар там за 35 долларов А нашли его, например, на Walmart за 1 доллар Но к тому моменту, как он у вас продался на Амазоне У вас на Walmart его не стало Так вот, компания Infinii автоматизирует этот процесс Она его отслежит, есть ли этот товар или нет И если этого товара уже нет на Walmart Она его автоматически удаляет с вашей торговой площадки с Амазона Чтобы вы не оказались в ситуации, что вы продаете того, чего нет в наличии Так? Это вторая серьезная составляющая этого бизнеса Это то, к чему мы с вами будем расти, так? И третий, третий следующий этап в нашем бизнесе Это то, что будет после Нового года Третий Это те люди, которые по каким-то причинам не хотят связываться с Амазоном, Ибэем У них какие-то там, ну, я не знаю Может быть, они в какой-то загадочной стране находятся, живут В которой нет в списке агентов Амазона или нет в списке агентов Ибэя То тогда эти люди смогут использовать специальную площадку, которая называется Marketplace Это движок или рынок, который полностью управляется компанией Infinii Вам не нужны никакие регистрации на Амазоне, на Ибэе, ничего не надо То есть набор товаров, которые будут, будет размещаться самой компанией Infinii То есть мы, по сути, становимся такой же торговой площадкой, как Амазон и Ибэй То есть, ну, естественно, это такая составляющая существует И это будет для партнеров Infinii даже более просто И там будет, кстати, интересно такой подпункт 3А Это что если у вас есть свои собственные товары, которые там кресла какие-то, качалки, провода Или еще что-то, какие-то товары Вы сможете сами их сюда загружать и сами через эту платформу продавать И самое интересное, что люди, которые участники Infinii Они точно так же могут ваши же товары эти размещать И вы будете с продаж другими партнерами Infinii получать себе комиссию То есть это просто сумасшествие И на эту торговую площадку Marketplace вы можете, например, присоединять своих каких-то друзей У которых тоже есть какие-то товары или какие-то компании, которые имеют какие-то товары То есть примерно мы вам вот это хотим сейчас разжевать Потому что некоторые люди мне сказали, что вот мы оплатили 50 долларов А где, где, собственно, продукты? Вот, ребят, сейчас я плавно перейду в бэк-офис И покажу вам, где это находится, чтобы вы поняли, что мы говорим о реальных вещах Значит, вот я сейчас у себя в бэк-офисе нахожусь И вы видите, здесь вот есть продукты И вот, например, продукт Prime это за 50 долларов Здесь есть реальное обучение, если я сюда нажму Вот здесь есть видеоролики для российской команды, для русскоязычных людей Они будут переведены на русский язык Мы вас к этому готовим Мы говорим, что где-то к 15 числа это будет переведено То есть я знаю от компании, что там уже на переводы тратится порядка 100 тысяч долларов Ребята, что тут очень много информации Так, теперь, вот опять заходим в Prime Тут есть инструменты уже, видите И мы нажимаем eBay, вот вам, пожалуйста, инструмент В связи вашего аккаунта на eBay С вашим бэк-офисом Infinii Тут есть настройки Я это уже раньше проделал То есть у меня уже тут есть видео, кстати Раньше я уже это проделал, поэтому у меня это уже соединено И вот тут есть простая анкета, которую нужно будет заполнить Есть видеоролик, мы на эту тему записали уже Как вы это делаете Таким образом вы полностью на автомате Можете уже выкладывать товары для торговли на eBay Вот видите, вот у вас eBay И вот здесь есть автоматизация того, что вы реально можете уже товары продавать на eBay Вот видите, тут уже есть Нет, тут когда ты заполнишь форму То там, получается, у тебя будет возможность синхронизировать именно площадку Infinii Допустим, мы можем даже быстро вот сейчас заполнить вот это Я смотри, я тогда, я просто сейчас, я в чужом бэк-офисе, к сожалению Я сейчас в свой зайду Записали email, записали видео на эту тему Я в свой зайду, я покажу, что у меня все это уже автоматизировано Да, я уже это сделал Ребята смогут посмотреть видео, то есть ничего страшного Значит, я вот сейчас реально показываю продукт, Prime, инструменты и вот eBay Смотрите, вот мы реально можем уже загрузить товары И вот я просто пока это не сделал Но здесь есть, как мы можем прямо реально загрузить У меня все прикручено Так, кстати, вот давай возьмешь вот этот продукт Ты сразу сейчас поставишь Чтобы народ, скажем так, понял, как это делается Я тебе ссылку скину в Skype Да А ты просто скопируешь и Как ты хочешь делать? Я в Skype тебе скину, ты в Skype скопируешь И сразу можешь выставить Вот это то, что ты сейчас получил Amazon.com, да? Да Так, мои дальнейшие действия, так что мы делаем? Нажимаешь на зеленую кнопку И вот здесь вставляешь посередине продукт Да, выбираешь Amazon.com Первый Вставляешь ссылку следующую Выбираешь в магазин, это где я покупаю, правильно? Да, да Вставляешь здесь Вот эту ссылку? Да Следующий выбираешь Какой, допустим, вариант будет оформлен, шаблон данного товара Ну, допустим, выбери фрамы Фрамы, да? Да И здесь вот выбери, допустим, вот этот средний Он, такого коричневого цвета, да? Галочку внизу поставь Который ниже, который наверху? Нет, вот первый средний Первый средний Вот эту галочку вставлю И дальше вниз опускаешься, нажимаешь листинг Сейчас загрузится И вот, кстати, вот здесь Выбираешь ключевое слово Что и Ракс Прямо сверху Или это вручную Да То есть нажать поиск категорий И у тебя отобразятся категории, связанные с данным Продуктом Вот, видите, мы сейчас Да, да То есть нажми на вот эту Синюю кнопку Поиск категории Вот это шоу Да Показать ее в предполагаемой супе, да? Да И вот здесь предлагаются разные варианты Техниных категорий, да Связанные с данным продуктом Ты больше знаешь английский Ты можешь определить, какая вот из категории является Ну, больше приближенный к данному продукту Здесь индустрии Здесь вот, например, вот она у нас Вот это Да, вот это выбираешь Нажимаешь один раз Сразу фиксируется вот таким текстом, да? Да А вот нет, вот это как раз составляющая Вот Если ты нажмешь, тоже откроешь параллельно сразу Амазоновскую ссылку, которую я тебе в скайпе скинул Вот открой ее То есть Это тот товар, который я показывал Он стоит 29,99 И вот посмотри, сейчас у нас на площадке Сразу идет расчет всех тех затрат, которые берет Как PayPal, а также берет eBay Вот видишь листинг прайс То есть из 20,99 Сразу здесь рассчитывается полностью формула То есть сколько PayPal берет Сколько берет eBay Сколько идет профи 2 Infinii И сколько идет нас Alex Tax То есть здесь сразу учитывается вот этот процент Доходности также Infinii Вот каждый продаж То есть если человек, допустим Хочет заработать сверху этой суммы 10%, там 20-30%, он указывает сверху этой суммы Тот процент, который он хочет дополнительно сверху заработать Это надо делать дополнительный анализ За какую сумму продается этот же продукт на eBay И посмотреть среди всех данных конкурентов Какая цена Ну там цена тоже так где-то варьируется 40, 50 долларов, 60 долларов То в принципе здесь можно заработать Как минимум 5, 10, 15 долларов на каждой единице Может даже и больше Ну и вот этот сам процесс Здесь когда если дальше пойдешь Ниже, да То ты допустим выбрал 10% Ну это как говорится Это если допустим мы изначально не выбираем категорию Да То получается вручную можем ее набивать Да, то чтобы выбрать именно ту или иную категорию А если мы вот из всего списка как выбрали Да, забили То она сразу Но я вижу здесь Под категорию не нужна здесь Да, уже можно проехать Да, если мы сразу изначально выбрали список Который нам показали Ты указал на тот Что вариант, который Боря Приближен к этому товару То соответственно Учитывается Не все сложно на самом деле Это в медведе на велосипедах катается А чем То есть Это вот смотри Тут Как получается Одной ссылке Когда мы вставляем ссылку Он сразу инструмент сканирует всю информацию о данном продукте То есть Интиняя сканирует Интиняя инструмент Сканирует все сразу Да То есть сразу учитывается Заголовок Все фотографии Сразу рассчитывает Все затраты Которые берет PayPal, eBay Финья И налог на продажу Дальше идет Вот ниже Если нажмешь Shipping Там идет полностью информация Как раз О тех условиях доставки То есть это изначально Вот если аккаунт правильно настроен То вот здесь Показывает Что Компания UPS Или DHL Выбирается Это без разницы Главное Сколько дней доставка Да Последние Три дня написано Что будет На обработке Отправка товара Вот ниже Если допустим Это реально Бесплатный достав А что мы пишем А бесплатно делом Или 10 поставим Или 5 Или как Мы ставим бесплатно Потому что В Амазоне Когда мы приобретаем Общую сумму Допустим Там свыше 35 долларов То доставка Осуществляется Бесплатно Если допустим Цена ниже 35 долларов То мы можем Купить себе Prime status То есть для того Чтобы получать Бесплатно И быстро То есть за 1-2 дня Доставка Да Вот здесь Не обязательно Подальше Мы просто берем И делаем И делаем Вот так все Настраиваем По каждому продукту А что значит С продуктом информации Нужно ли что-то здесь делать Нет Здесь вот как раз Количество Тебя Которое Существует Да То есть оно Изначально Как заполнено В бэк офисе Все последнее То оно сразу Здесь все отображается Все параметры Которые мы Изначально Указали То есть здесь Единственное То что нужно Это UPS код Который Есть специальные ресурсы Где эти коды Генерируются И сюда Вписывается У тебя аккаунт Синхронизирован На ebay Но у меня есть Аккаунт на ebay Открыть ebay Аккаунт Не Ну тут если Он не сохранизирован До конца Да То есть если Ты не выставлял Один товар Хотя бы вручную Только После этого Можно Это надо сначала Сделать один вручную А потом Вот это на автомате Ну сейчас Это пропустит Можно вернуться Да К этому Да И description Вот полностью идет Вся информация В данном продукте То есть При составлении товара Вот когда мы делаем Вручную Это весь процесс Вручную Да А тут вот Весь автоматизированный Ссылку вставили Она просканировала Все выдала И соответственно Сразу пересчитала Какие затраты И плюс Какую маржу Мы выставляем То есть это Что я делаю В таблице Вручную Тут делает Весь процесс Полностью Автоматизированный И мы выбираем Допустим После description Любую из График Который нам понравился Допустим Можно выбрать Именно вот Ты увидишь Который Оказывается С размерами Да Красной линией То есть Выбираешь Да Вот Предпоследним И галочки Вот эти Выбираем Обе Да И нажимаешь Next Понятно 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 Так То есть Дальше Тоже нажимаем Next Здесь Выбираем Amazon Кэшбэк Ноль Процентов Нажимаем Тоже Next И выставляем Auto Релест Галочку Тоже Нажимаем Next А вот здесь Можно посмотреть Превью Да Прежде чем Опубликовать То есть Видишь Несколько щелчков У нас продукт Опубликован И потом Когда мы Нажимаем Submit Но у нас Сейчас не сработает Только по одной причине Потому что Первый товар На ebay Всегда надо Сделать Вручную А Ну мы Это Можно После Нашей встречи Сделать Да Сам процесс Создание Листинга А может быть Мы тогда Прямо И сделаем Сейчас Что там Вот я Зайду на ebay И сделаем Сам процесс Довольно Таки Тоже Простой То есть Надо будет Выставить Один товар Вручную Не Вот так На автомате Записываем Отдельно Потом Как мы Это Делаем Да Это займет Время Там минут 15-20 Запишем Это Видео Как Делать То есть Мы Сейчас Просто Людям Доносим Идею Что Инструменты Это Уже Работают Ребят Просто Мы ждем Обновления Платформы Спреймборд А это Всего-то Буквально Ну Представьте На спреймборде Если вы Зарабатываете Там 300-400-500 Долларов В месяц На пакете 50 долларов А имея Инструменты Инфиняй Которые Уже Сейчас Есть Можете Зарабатывать Ну Сколько 500-600 Долларов День Можно Зарабатывать Спокойно Ну Да То Если Допустим По простому Варианту Если Делать Даже 5 Продаж Если С каждой Деницы Выбрать Товары Посидеть Повыбирать То Можно Как Минем На Каждой Денице По 20 Долларов Заработать То Это Грубо Говоря 5 На 20 100 Долларов В день То Есть 3000 Долларов Сейчас Люди Могут Зарабатывать Прямо Сейчас Не Дожидаясь Ну Во-первых Надо Еще Учитывать Один Момент Потому Что Я думаю Что Многие Еще Не Имеют Эбэй Аккаунт А Также Амазон Аккаунт Там Есть Определенные Правила Которые Абсолютно Все Люди Проходят Через Эти Моменты То Есть Вот Эти 90 Дней На Амазоне Нет Ограничений По количеству Выставления Товара А есть Вот Эти Промежутки Чтобы Начать Конкурировать С другими Продавцами А на Эбэй Есть Ограничения В количестве И В сумме Товарооборота За Первый Месяц Вот Эти Параметры Надо Учитывать И Кто Хочет В будущем Начать Оторговлю Как На Эбэй Так На Амазоне То Необходимо Создать Аккаунты И Самый Простой Простой Для Начала Для Всех Это Будет Примборд Постепенно Переходя Из одного Инструмента В другой Для Того Чтобы Все Это На Практике Человек Понял Как Делается Анализ Чтобы Человек Разобрался С Конкуренцией На Рынке Человек Параллельно Нашел Где Этот Товар Продается В Китае Допустим Там За Один Два Доллара Три Доллара За Единицу И Чтобы Увидел Возможность Вот Этой Заработка Допустим Как Через Площадку Инфинья И Также Допустим Будущим Освоить Вот Как Раз Нам Показывал Три Варианта Эти Пакета Вот Четвертый Пакет Он Как Раз И Составляет Вот Это Обучение Чтобы Создать Свой Бренд Найти Свой Товар Ставить Его В Амазон Автоматизировать До Скажем Так Реализации Товара То есть Ты просто Находишься В любой Точке Мира А у Тебя Все Это Дело За Тебя Амазон То есть Полностью Автоматизирован Тогда У тебя Получается Полная Автоматизация Твоего Бизнеса Не Зависит Вообще От Никого Все Тут На Третьем Пакете Именно Там Вот Это Все Заложено Перез Обучение Перез Использование Вот Этих Всех Возможностей То есть Приходя Из каждого Пакета Мы будем Изучать Определенное Количество Инструментов То есть Здесь Нельзя Раз И махом А третий Пакет И ты Хочешь Сразу Использовать Инструмент Третьего Пакета Это Практически Вот Как я Брал Разные Курсы Изучая Вот Это Все В принципе Как говорится Перешагнуть Через Все Вот Это Но Не Все Смогут Сразу Так То есть Постепенно Постепенно Человек Будет Ознакомливаться С первым Нашим Допустим Стартом Там За 50 долларов Потом На втором Использовать Все инструменты И возможности Инфиняя А уже На третьем Это Уже Можно Сказать Практически Как Свободное Плавание То есть Это Уже Как Настоящий Профессиональный Продавец На Амазоне То есть Независимо Вообще Даже Не от Кого Да У нас Очень Колоссальная Перспектива На самом Деле Вот Очень Интересно Значит Вань Я думаю Что мы Сейчас Делаем То есть Мы Дали Людям Реальность Того Что У нас Очень Крутые Инструменты У нас Очень Крутая Индустрия Мы Дали Понятие Еще Раз Что Они Люди Приобретают Профессию Нового Тысячелетия Ближайшие 20 лет У них Есть Чем Заниматься Потенциал Заработка Колоссальный Мы Объяснили Людям Что Здесь Нужно Поднимать Свою Компетентность Квалификацию То есть Нужно Смотреть Изучать То есть Это Не Хайп Не Пирамида То есть Это Реально Надежный Бизнес Который Людям Долгосрочно Строить Свою Карьеру Свой Долгосрочный Бизнес То есть Мы На самом Деле Людям Дали Вот Эту Долгожданную Возможность Что Мы Сделаем Давай Наверное За ближайшие 5-7 Минут Что Они Могут Зарабатывать И Также Расширяя Структуру Людей Которых Интересует Торговля На Амазоне На Эбэе Мы Начнем С простого Тогда С того Позволения Сейчас Как Это Делаю Я Я Открою Свою Скайп И Вам Кое Какие Детали Как Работает Скайп Покажу Потому Что Вы Я Знаю Уже Сейчас Рассказывайте Людям Об Бизнес И Хотите Сейчас Мой Экран Видно Кстати Да Значит Ребят Очень Простый Момент Вам Сейчас Покажу Значит Как Устроен Скайп Скайп Имеет Сортировку То есть Когда Вы Ищите Контакты Скайп Например Вот Всех Кто В сети То есть Разные Списки Сейчас Я Быстро Покажу Например Кто В сети Мы Набираем И Вы Видите Вначале Скайп Выдает Символы Какие Символы Черточка Черточка Две Черточки Потом Косые Черточки Сначала Идут Символы Понимаете Потом В поиске У вас Будут Цифры Потом У вас В поиске Будут Латинские Буквы Потом У вас В поиске Будут Русский Алфавит То есть Если Вы Хотите Быстро Найти Человека То Вам На самом Деле Нужно Зайти Нажимаем На Человека Саша Маслов На Прямой Друг Мы Нажимаем На Его То есть Идея Сводится К тому Что Вам Нужно Сортировать Людей Сейчас Буду Это Все Объяснять Вы Заходите В профиль Этого Человека И Переименуйте Его Если Вы Хотите Этого Человека Быстро Найти С его Списка Контактов То Переименуйте Я Например Ставлю Восклицательный Знак Если Я Хочу Человека Подключить В бизнес Инфиняй Я Оставлю Восклицательный Знак И Буковку F Ну То 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 Теперь Дальше Я Могу Это Оставить Именно На таком Уровне Для Начала Так Я Могу Этот Человек Этого Дальше Если Я Не Хочу Вообще Потерять Я Хочу Этого Человека Добавить В определенный Список Например Я Мы сейчас Поговорим То есть Некоторые Стали Тут Допустим Этот Человек Хочет Регистрироваться В Инфиняй Или Вы Можете Добавить Список Людей С кем Поговорить Вы Можете Сами Составить Список Кого Пригласить Например Вы Хотите Несколько Человек Пригласить Список Но Вы Не Хотите Его Потерять Допустим У вас 5000 Контактов В скайпе Кого Потерять Кого Пригласить Он Еще Ничего Об Этому Не Знает Вы Просто Надумали О Том Чтобы Вы Его Пригласить Кого Пригласить В Инфиняй Вот Прямо Так И Пишите Видите Вы Создали Прямо Список Кого Пригласить В Инфиняй И Он У вас Появился В Список Кого Пригласить В Инфиняй Теперь Если Мы В Зайдем В В Контакты Вам Здесь Наверху Видите У вас Эти Списки Прямо Наверху Сформированы Вот Он У вас Попался В Список Кого Пригласить В Инфиняй То Есть Завтра Вы Откроете Свой Компьютер У Этого Человека Уже Не Потеряете Так Следующая Категория Людей Например Хочет Регистрироваться Да То Посмотри Говорят Народ Что Экран Не Видно А Экран Не Видно Сейчас Сейчас Остановим Это Почему Я вам Это Ребят Показываю Потому Что Я Общаюсь С Лидерами Сетевой Индустрии И Многие Люди Просто В Шоке Они Говорят Вот Это Да То Когда Индивидуально Людям Показывают Как Это Оптимитизировать Они Говорят Это Просто Что То Невероятное Я Хочу Чтоб У Большие Чеки Сейчас Видно Мой Экран Я Вижу Значит Если Ты Видишь То Мы Возвращаемся Шаг Назад Значит Ребят Скайп Давайте Выберем Еще Комнать На Чате Чтобы Написали Видите Экран Или Нет Если Видите Скажите Потому Что Народ Говорит Что Не Видит Экран Я То Вижу И Вот Леха Написал Видит Да Тогда Продолжай Получается Леха Говорит А Видим Меня Я Вижу Твой А Тогда Мы Сделаем Вот Так Сейчас Видно Теперь Ивана Видно Теперь Нет Нет Не Видно Видно Сейчас Сейчас Я понял В чем Проблема Сейчас Меня Видно Да То Я Сейчас Нажимаю Сейчас Все Будет Видно Вот Сейчас Должно Видно Да Смотрите Ребята Еще раз Я Нажимаю На Свои Контакты Вот Скайп У вас Есть Скайп И Допустим В скайпе Есть Такая Вещь Как Списки Вы Можете Людей Сортировать По Группам По Спискам И Вы Сами Придумывайте Свои Группы Если У вас Контакты Не Организованы То У Вас Яролаж Такого Вы Не Знаете Вы Теряете Людей Ищите Часами Это То Самое Как Отвертку Чесать Вы Чините Там Картину Хотите Повесить Вы Пять Часов Ищите Отвертку Вместо Того Чтобы Назвять Ее Из Ящика Быстр Прикрутил Цикл Закончил За Две Минуты Видите Так Вот Например Володя Пискун У меня В скайпе Хочу Вам Потом Не знают Про Инфиняя Но Мне Нравится Его Лого Живи Действуй Влия Видите Штукер А Саша Штукер Я Очень Ну Вот Например Я Беру Захожу В Его Профиль Меняю Я хочу Пригласить В Бизнес Он Еще Ничего Не Знает Я Беру Из Добавляю В Список Я Хочу Пригласить В Инфиняя Например Так И Я Сейчас Создаю Список Создать Список Пригласить В Инфиняя Пригласить В Бизнес Мне Интересно Приглашать Бизнес Ребят Много Людей Много Кислорода Много Торговли Пригласить То есть В одиночку Миллион Долларов В Месяц Трудновато Зарабатывать Нужна Большая Команда Большой Товар Оборот Пригласить В Бизнес Пишу Категорию Пригласить В Бизнес Инфиняя Инфиняя Сам Придумаю Категорию Вот Галочка Появилась Теперь Он У меня В этом Списке Теперь Мне Надо Чтобы Он У меня Искался Очень Быстро Я Вставляю Восклицательный Знак Этот Символ Он Почти На Сам Вверху В списке Контактов Вставляю Букву Ф Чтобы Я Понимаю Что Я Хочу Пригласить Не На Рыбалку А В Инфиняй Нажимаю Enter Теперь Если Обратно Захожу В Контакты Вот У меня Видите Есть Категория Наверху Пригласить Бизнес Инфиняя Вот Он У меня Тут То Вы Сами Можете Сделать Категории Теперь Я Хотел Б Показать Профессиональное По строению Сети Я Хочу Объяснить Принцип Создания Потока Очень Быстро Через Какие Категории Проходит Человек Вообще Допустим В бизнесе Инфиняя То есть Вот Например Берем Саша Александр Он Вообще Ничего Не Имеет Никакого Понятия О бизнесе Вообще Не Имеет Ноль Будем Считать Ноль Следующий Его Этап Мы Его Приглашаем В бизнес Да То есть Он Проходит Этап Быть Приглашенным Конечный Результат Быть Приглашенным Согласится Он Или Не Согласится Делать Этот Бизнес Будет Ему Это Интересно Или Нет Это Не Важно Задача Что Мы Его Пригласили Так То есть Это Следующая Категория Так Следующая Категория Он Говорит Он Говорит Да Я Хочу Регистрироваться Или Ну Там Допустим Он Хочет Регистрироваться То есть Следующая Категория После Так Как Он Зарегистрировался Нам Нужно Помочь Ему Оплатить Пакет Понятие Оплатить 50 долларов Видите Он Дальше Двигается После Того Как Он Оплачивает Пакет Мы Добавляем Например В Группу С Кем Мы Работаем То есть Мы В отдельную Группу Например Да То есть В отдельную Группу Добавляем Если Саша Начнет Быть Лидером Он Захочет Строить Большую Команду Делать Серьезный Товар Оборота То Мы Отдельно Выделяем Следующую Группу Лидер Видите И Для Этих Целей Я Сейчас Обратно Захожу В Скайп И Показываю Что Реально Так И Делается Например Кого Пригласить В Нафиня Например Вот Список Людей Которые Проявили Интерес И Они Хотят Со мной Работать Они Ко Мне Пришли Там Позатучались Или Я Ссылку Скинул Они Хотят Они Уже Подключились Но Им Нужно Купить Пакет Вот Эта Девушка Например А А А Она Уже Подключилась Мне Из Категории Надо Убрать Так И Мне Нужно Перенести Теперь Другую Категорию Людей То Она Апгрейд Уже Сделала Она Инфиняй И Самое Интересное Она Уже Стала Еще И Лидером Ведь Теперь Если Я Хочу С ней Быстро Мне Найти Мне Не Надо Рыться Во Всех Контактах Своих Понимаете Я Быстро Нахожу Из Списка Из Списка Например Там Которые Мне Нужны Из Списка Лидеров Поняли То Таким Образом У Меня Все Люди Расписаны По Категориям Но Здесь Еще Не Все На Этому Еще Не Заканчивается Давайте На Примере Кое Что Вам Дальше Объясню Как Это Делаю Я У Нас Есть Бинарный План Маркетинга И Вы Знаете Что У вас Люди Появляются В Команде Слевой И Команде Справа То Это Левая Команда Буквка Л Команда Р Правая Когда Вы Пригласили Например Я Пригласил Александра В этот Бизнес Я Являюсь Его Спонсором Он У меня Является Первым Поколением Тогда У нас Это Классификация У меня Сделан Это Так Восклицательный Знак F Infinii Потом Он У меня В левой Команде Видите Цифра L И Он У меня Первое Поколение Потом Пробел И Потом Его Имя Александр Таким Образом Когда Человек Мне Звонит Я Не Знаю В Каком Он Статусе Я Точно Знаю В Каком Он Статусе Соответственно Для Команды Справа У меня Будет Восклицательный Знак F R Команда R Это Right По-английски Right И Допустим Первое Поколение И Там Вася Я Сейчас Реальный Пример Покажу Людей Которые Так И Есть Смотрите Это Очень Удобная Схема Сейчас Прямо Реально Вам Покажу Ну Например Так Мы Сейчас Перейдем Вот Мы Смотрим Команду Infinii Если У меня Просто Один Восклицательный Знак F Я Еще Просто Пока Не Знаю Где Этот Человек С Команде Слева Команда Справа Я Просто Еще Просняю Ну Вот Например Назад Да То Есть Мне Надо Букв Вот Алексей Вот Пожалуйста F Первый Infinii Команда Слева Первое Поколение Андрей Команда Слева Первое Поколение Вот А overlapping Прик here Команда команда PT Команда Справа Первое Поколение Вот Лена Синякова F Команда Второе Поколение Мы С Почему Плотно Например Сотрудничаем Вот Ваня Например Ваня Профиль Коман Во втором Поколении У него Ване второе поколение, видите, сразу все понятно. Если мне звонит человек с пятого поколения, естественно, мне логично задать ему вопрос, где твой спонсор. Почему ты звонишь мне с пятого поколения, это уже очень много людей в глубину, почему они с тобой не работают. То есть у меня как у руководителя уже есть повод задать вопрос, что происходит. Уловили эту идею, это очень простая система классификации, которая вам реально поможет. Теперь, вокруг этого вы сможете целые большие логические цепочки выстраивать. Например, так как у вас есть разные группы людей, то есть у вас есть группа номер один, это кто хочет регистрироваться. Или группа два, которым надо, ну там, группа один, кому дать информацию, кого хотите пригласить. Номер два, кого подключить, то есть они говорят, да, давай ссылку скинь мне. Номер три, кому нужно сделать апгрейд. Номер четыре, кого нужно там, еще там, просто инфиняй. Номер пять, это лидеры, да, там, номер шесть, например, какие-то специальные контакты. Соответственно, все эти категории людей предполагают разную информацию, да. То есть вы не будете давать информацию лидеру о том, ту же информацию, которую вы будете давать человеку, который хочет регистрироваться. Например, группа категории один, вы будете ему давать, например, видео о, какое-то первичное видео, да. А человеку-лидеру вы будете давать, например, расписание каких-то командных встреч. То есть вы видите, разное общение, разный результат, разная работа. И в дополнение хотел бы вам сказать такую вещь, почему это очень важно. Существует закон такой, закон создания больших команд. То есть, например, в предыдущем бизнесе у меня было за четыре года 140 тысяч человек, ребята. 140 тысяч человек. Представляете, какое влияние вообще, какая торговля. То есть, какой сумасшедший товарооборот. Вот примерно то же самое сейчас будет здесь за ближайшие, я так оцениваю, за ближайший 2016 год. Порядка 100 тысяч человек будет в нашей системе. И какой, почему я вам это объясняю? Потому что я хочу, чтобы было много людей, толковых, которые на самом деле гордились зарплатами, новыми машинами, нормальным уровнем жизни. И закон следующий, закон. Маленькие организации состоят из, маленькие организации состоят из индивидуумов и индивидуумов, а большие из групп. Это закон, который мало кто знает, а большие из групп. То есть, что получается, если вы хотите на самом деле сколотить колоссального размера команду в десятки тысяч людей, то вам нужно сделать так, чтобы у вас были группы. Вот это вы, и у вас здесь есть одна группа, и вот здесь вы вторая группа, и вот здесь у этого человека, у него своя собственная группа, и здесь у этого человека своя собственная группа. Таким образом, вы не делаете так, что вы там один царь и бог, и вы там хозяин горы, и вы тут один только рулите. Нет. Вы выделяете толковых людей, которые хотят построить большой бизнес, И вы даете им вот эти лидерские полномочия, и вы даете им возможность построить свою команду, построить свою группу. В этом секрет. И как раз вот эта сортировка, которую я вам сейчас показал, она имеет своей дальнейшей целью сделать так, чтобы у вас сформировались вот эти вот группы, и сформировались у вас люди, и сформировалось у вас, на что вы тратите время, а на что вы не тратите время. Понимаете, то есть, ну то есть тут много из этого вытекает всего, я просто именно хотел вот этот момент вам объяснить. То есть на самом деле у нас сегодня такая интересная встреча произошла, она как бы мы сделали такой и торговлю, и инструменты по построению сети. Я уже не знаю, есть ли время рассказывать про управление на основании статистики, это вообще отдельный инструмент, это отдельная тема. Ваня, как считаешь, по времени мы уложимся или можно уже сворачивать? Как считаешь? Ну, в принципе, если народ желает, нужно у них, как говорится, узнать. У нас есть 342 человек, я могу очень быстро тогда пройтись по этому, чтобы вам также дать данные, насколько круто вообще, что такое статистика. И я сейчас перейду для этих целей в Excel и покажу вам реальную, значит, реальную историю, реальную историю, чтобы вам было видно. Значит, смотрите, здесь график. Вы можете графиком измерять все, что угодно, это реально график комиссионных в день, это реально график зарплаты в день, да, то есть, например, ну, как вариант для вас, да. И я подготовил такой график, и я хотел бы заострить ваше внимание, что измерять можно абсолютно все. Вы можете, вы сейчас будете заниматься вот этим серьезным бизнесом, да, и мой вам совет, начинайте измерять, что вы делаете в течение дня и сколько денег вы зарабатываете в течение дня. То есть, сейчас со дня на день, значит, все окончательные инструменты будут прогружены, обновлены, то есть, мы об этом не говорим. С какого-то момента вы начинаете зарабатывать здесь деньги, да, по какой-то схеме, по одной из схем, которые есть в Infinii. Либо вы зарабатываете со Springboard, либо с этого, с маркета, либо с Амазона, либо с сети, вы по-любому тут будете с деньгами. И я вот здесь хотел бы вам показать кое-какие примеры. Вот смотрите, всегда, всегда, когда график идет вверх или когда график идет вниз, этому всегда есть определенные причины. Не бывает такого, что график идет по каким-то неведомым причинам вверх или график по каким-то неведомым причинам идет вниз. Запомните, я с 14 лет занимаюсь торговлей, я профессионально управляющий предприятиями, могу сделать экспертный анализ компании. Я вам могу сказать, что всегда, это закон, на основании статистики вы можете сказать все, что происходит в компании, все. И вы можете, если вы, это есть целые курсы по управлению, есть специальные материалы, где вы можете изучать и какие нужно измерять статистики, на что надо отправлять, есть главные статистики, второстепенные статистики и так далее. Я просто выжимку хочу сейчас вам такую дать, что первое правило запомните, что если вы не измеряете вообще статистику, вы просто слепые котята. Вы не профессионалы, если вы не измеряете хоть вообще статистику, так, ежедневно не ведете анализ того, что мы делаем. И измерять нужно, допустим, ваш доход – это главная статистика, это реально, это то, к чему все сводится, да, все ваши ужинки и прыжки. Мы об этом отдельно будем проводить тренинг, я просто сейчас очень сжато вам хочу сказать. Значит, вот она статистика, почему вот этот график резко пошел вверх, почему вдруг неожиданно зарплата выросла в 1100 долларов, 1150 долларов за один день, почему выросла такая статистика, да. И мы можем, например, выяснить, что накануне, например, я провел там обучение людей по определенной схеме, сделал там 300 человек, посмотрел это обучение, и мое обучение люди купили, и так далее. Это было в одной компании, в которой я работал, и такие зарплаты были у многих людей в этой компании, так, то есть там очень много продуктов было продано. И зарплата составила 1000 долларов в день, представляете себе? Вот. А потом, например, вы видите резкое падение, то есть если вы смотрите вниз, что-то произошло такое, что из-за чего статистика упала. И оказывается, компания взяла и поменяла компенсационный план. И у людей, соответственно, упал интерес, упало настроение, они не поняли вообще, они увидели в этом угрозу, настроение у них упало, они потухли, и чеки просто тут же провалились. Потом опять мы стали думать, как же так, надо же поднимать статистику, несмотря ни на что. Мы опять проделали какие-то маркетинговые ходы, опять там то, сё, пятое, десятое, статистика опять взлетела вверх. Потом опять там компания, да, мы не будем называть их, просто я говорю, реальная ситуация. Потом опять компания взяла и говорит, а теперь мы в этот район не будем доставлять, у нас нет возможности доставлять в этот район, да. И опять у людей, понимаете, люди опять такие. То есть я хочу вам просто сказать, что любой момент вашего бизнеса, на него какие-то есть факторы, которые влияют, и вы можете этими факторами управлять, как педалями в автомобиле. И вы можете всегда заставить статистику уйти вверх при желании. Теперь относительно, например, нашего бизнеса, да, я вам тут подготовил такой список примерный, да, что можно измерять, например, вы можете измерять количество людей в вашей левой команде или количество людей в вашей правой команде, да, и у вас как-то это количество будет расти. И это очень просто, в Excel вы создаете дни слева, сколько новых людей подключилось и итоговая сумма людей. То есть это очень элементарно делать. Вы берете, нажимая, выбрали диапазон, выбрали чарт, и вот вам, пожалуйста, графики, и вот они у вас показываются. И вот вы, допустим, один удалили, а второй смотрите. То есть вот вам, допустим, элементарный график того, как у вас идут дела с точки зрения вашей компании. Например, прироста людей в группу, с кем вы работаете. Если у вас, допустим, график этот идет вертикально, то есть это там, чем вертикально идет график, тем круче, так, чем он более положи, горизонтально, тем хуже. То есть у вас бизнес на месте стоит, да. Теперь, что можно еще измерять такими графиками? Ну, например, я сейчас тут вам еще подготовил где-то, сейчас мне нужно быстро этот файл найти, сейчас для вас, секунду. То есть можно измерять, ребята, я быстро не найду, но можно измерять абсолютно все. То есть, например, дата, да, то есть применительно к нашему бизнесу, если вы хотите построить профессиональную команду, то справа у вас, то есть сначала у вас будет дата, потом у вас будет количество приглашений, то есть с кем вы переговорили, количество приглашений в день. следующее людям вы будете что вы их пригласили вы будете показывать видео какие-то там рекламные презентации там 20 минут на который мы сейчас подготовим то есть показать презентацию то есть факт скольким людям показали презентацию показать презентации этом пишу быстро так например сколько людей подключилась то есть после этого реально сколько подключений эти и следующий момент у вас будет вот видите же не звонит первое поколение ведь его же сами вместе со мной знаете звонил жене сочи первое поколение правая нога пить следующий например это следующее что мы измеряем ваш доход например и также мы можем измерять сколько людей у вас допустим слева на сегодняшний день и сколько у вас людей справа и сколько у вас людей того и по каждой из этих колонок вы можете ввести статистику и вот она вас каждый день рисуется ребят просто дисциплина две минуты в день уделить ставить данные по итогу дня соответственно исходя из этого что вам это даст вы будете видеть числа сколько людей вы сколько вы пригласили то есть например там вы пригласили ноль опять на следующий день ноль 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 как вы можете ожидать что у вас будет команда в 10 тысяч человек она у вас не Если вы пригласили 50 человек, но вы им не скинули видео, они не посмотрели, то, соответственно, у вас тоже будет ноль. Если вы пригласили 50 человек, все 50 человек посмотрели видео, сколько у вас подключений? Допустим, у вас будет 40, совсем у нас бомбическое. Если вы профессионал, у вас из 50 могут все 50 подключиться. Какой у вас доход? 50 человек у вас подключилось, допустим, на маленький пакет по 75, по 5 долларов, по 75 долларов человек, там вам комиссия 15%, то есть, ну, грубо говоря, вы можете все это посчитать. Сколько у вас людей в день справа, слева, у вас это будет все в числах, понимаете? И здесь, например, справа вы можете основные события дня писать. События дня. Что у вас произошло у вас лично или в компании, или на рынке, или на планете? Потому что спустя время, когда вы зайдете и будете смотреть, анализировать статистику, вы скажете, а что привело меня к этой статистике, что я делал? Может быть, оказаться, вы в это время стояли и листовки раздавали на ВДНХ, на выставке, на метро, да? Или, например, вы проводили обучение какое-то по специальной теме. Или, например, что привело к тому, что статистика упала? Ну, например, там выборы нового президента. Ёлки-иголки, вы видите, что выборы нового президента в этом регионе упала статистика. Что надо делать? Надо какие-то семинары проводить, успокаивать людей, откачивать или еще что-то. Я не знаю. То есть каждый случай требует отдельного влияния. Но я хочу сказать, что статистика должна всегда идти вверх. Вот. И самое важное, что я хотел бы вам сегодня, как такой, значит, момент сказать, что вы на самом деле являетесь причиной того, что ваши статистики идут вверх. Вот это основная моя причина. Больше никаких причин нет. Учитесь вы или не учитесь? Делаете вы это или не делаете? Звоните вы или не звоните? Это только вы. Это только вы причины. И на самом деле я хочу как бы зажечь вас вот эту идею того, что здесь, в этом бизнесе, вы реально, ребята, если вы с нами будете двигаться в этом направлении, сможете выйти на доход. Я даже вам подскажу, как это сделать. Реально, это минимальный доход, это миллион долларов в год. Хотя я не вижу причин, по которым вы здесь не можете зарабатывать миллион долларов в месяц. Абсолютно не вижу этих причин. И вопрос только, как мы это сделаем. Значит, и способов у нас есть несколько. Это либо торговлю вот через инструменты, либо по стране сети и обучение людей торговле инструментами. Но не будем повторяться, все это уже поняли. Но я считаю, что на этой можно ноте потихоньку заканчивать. Степан, как ты считаешь, мы тут уже два с половиной часа рассказываем. Я считаю, что это очень интересная встреча была сегодня. Ну, в принципе, народ должен немножко освоить это, как бы, стаканить, а потом уже продолжить в этом духе для того, чтобы постепенно-постепенно освоить все это дело. Да, как я уже сказал, то есть это не ядерная технология, это не нейрохирургия, это обычный процесс, нажать кнопки, посмотреть и разместить. Ну, все, ребята, спасибо вам большое за внимание. К сожалению, мы думали, что это уложится в час, а мы уложились в два с половиной часа, но мы надеемся, что мы вам очень сильно помогли. И мы сейчас с вами будем двигаться к очень большим деньгам через компетентность, через приятный маршрут зарабатывания колоссальных денег. Ваня, спасибо тебе большое, мне очень самому понравилась, очень информативная встреча. И до встречи всех в эфире. Всего вам доброго. Все, спасибо тебе, всем пока.